всем доброго времени суток здравствуйте уважаемые партнеры здравствуйте гости я хотела знаете как обычно добрый вечер тут смотрю пишут якутск у нас глубокая ночь что мы о господи тогда доброго времени суток всем кому не спится все кто понимает что бизнес это у нас такая с вами работа и вебинары это тоже работа не так часто буквально раз в неделю я думаю всегда можно найти время для того чтобы свой бизнес развивать а еще для того чтобы давайте честно перебулькаться информации перебулькаться энергией и заодно поприветствовать друг друга давайте проверим насколько вам меня хорошо слышно насколько у нас хорошо в комнате со звуком ставьте там смайлики плюсики здоровайтесь как вам удобно здравствуйте гости еще раз тем с кем я не знакома давайте знакомиться меня зовут татьяна романова я буду проводить наш с вами вебинар я партнер проекта be free с августа восемнадцатого года то есть нам четвертый год чем я вас всех и поздравляю я знаю что прошлый понедельник у нас с вами был такой праздничный настрой праздничное настроение я как залезла сейчас сюда в админ куда тут у меня все песни с днем рождения и так далее думаю так надо как-то переходить на такой как бы более серьезный лад у нас же сегодня все-таки вебинар надо как-то вести себя серьезно хотя знаете когда мне пока вы все пишите вижу хорошо что со звуком когда у меня дочь она все время мне говорит мама веди себя прилично а я говорю дочь можно спрошу в каком возрасте можно начать себя вести в конце концов неприлично вот хоть каком возрасте я могу начать вести неприлично поэтому если уж буду где-то шутить по ходу вебинара ну уж разрешите мне хоть иногда вести себя неприлично ну что здравствуйте еще раз всем я конечно хочу вас сегодня познакомить с проектом be free это понятно то есть мы по сути ради этого и собрались сегодня но я не только с этим хочу вас познакомить я хочу чтобы мы понимали что не зря я ставлю этот ролик до про желание у нас у всех есть на желание у нас у всех есть мечты но еще нужно научиться делать что шаг навстречу нашим желаниям и нашим мечтам да то есть как шагать в интернете навстречу мечта мечта мечтюлька мечтаниям потому что мы все сюда пришли с какими-то целями в этот интернет и если мне человек скажет сюда нет я просто пришел там пообщаться задружиться мы все пришли познакомиться пообщаться подружиться найти друзей но при этом еще поработать и заработать так вот я хочу поговорить о том что нужно шагать навстречу желаниям то в интернете нужно еще уметь такой такой иметь уверенность в каждом шаге куда вы шагаете да то есть потому что в интернете сейчас с каждым днем рождается столько простите можно есть хорошие проекты я вообще не отрицаю никогда этого не все будут работать в бифри это нормально но в интернете всегда когда начинается конец августа начала осени рождается стука хлама которого к новому году уже не будет собрали бабочки денежки срубили бабло срубили и закрылись а потом к весне к осени открыли следующий проект поэтому давайте-ка начнем с чистого листа есть такое понятие в интернет-бизнесе чистый лист почему с чистого листа просто потому что вы понимали как же в этом интернете чтобы наши желания совпадали с вот этими с уверенностью в интернет-бизнесе естественно я хочу начать с элементарных вещей потому что я всегда задаю очень простой вопрос даже старичкам интернет-бизнеса не только новичкам у меня есть очень простой вопрос партнеры уже все этот партнер знает он очень прост как вы выбираете в интернете для себя бизнес по каким критериям вы выбираете бизнес потому что я знаю что кто-то выбирает на эмоциях кто-то выбирает давайте переключу кто-то выбирает на эмоциях кто-то выбирает на обещаниях да он не обещали кто-то выбирает ой проект только открылся я сейчас забегу и будет мне счастье кто-то выбирает это что это же так круто звучит там закрытый клуб еще какая-то там На смарт-контрактах выбирают умные и красивые слова. Такие умные, красивые слова. А у меня вопрос всегда очень простой. Как вы выбираете проект? Можно выбирать холодным разумом, да, как вот Рамиль пишет. Можно выбирать, отключать эмоции, выбирать, да, думать головой, а не общественным мнением. Кстати, это очень правда головой, а не общественным мнением. Но для того, чтобы в интернете вы действительно не попали в просад, для того, чтобы интернет для вас был статьей доходов, для того, чтобы это была для вас уверенность, да, потому что мы все ищем нескольких вещей. Мы хотим, чтобы это было надежно. Мы хотим, чтобы это было безопасно для нас и партнеров. Мы хотим, чтобы это было прибыльно, не только для нас, а для всех. И мы хотим, чтобы это при этом было повторяемо. У нас есть какие-то вещи. По интуиции это вообще очень круто, потому что если посмотреть на нашу жизнь, как мы двигаемся по интуиции, то нам, знаете, интуиция сказала, забегай, будешь счастлив. Ну, а потом называется, это был очередной урок. И поэтому, как в любом бизнесе, есть вопросы, расчет, естественно, математический расчет, это понятно. И есть вопросы, которые вы, когда выбираете бизнес, у вас к нему есть всегда какие-то вопросы. Вот у меня всегда есть вопросы к любому бизнесу, который бы, кто бы ко мне не стучался и что бы мне не предлагал. Я задаю всегда, говорю, я за выслушать, я всегда за выслушать, мне всегда интересно, что рождается на просторах интернет, но я задаю вопросы. И несколько вопросов, которые однозначно с которых начинаются. Я не начинаю выслушивать у нас миллионные доходы, у нас сейчас нас продвинут, задвинут, а сейчас нам не пересыпят, насыпят и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, начиная с элементарных вещей, с админкоманды. Почему с админкоманды? Потому что я должна понимать, кто вообще создал это детище, чем оно дышит и насколько оно будет надежным. Почему именно так? Потому что вот эти обещания, ой, да какая тебе разница, кто админ проекта? Да потому что вы спросите у людей, которые в интернете уже там 5 лет, да даже 3 года, 5 лет, 10 лет. На их веку уже сколько пронеслось админов, проектов, или админов, которые уже 5, 10, 20 проект создали, или которые, чтобы потом вывести деньги в свои сложности. Неважно, есть всякие ситуации. И вот эти как бы сказки о том, что у нас проект закрытый, у нас закрытый клуб, у нас нет админов, у нас еще чего-то там и так далее, и так далее, и так далее. Мы без приглашений. Зачем тогда звонить, раз без приглашения? У меня всегда первый вопрос. У нас приглашать не надо. Что набираете, раз не надо приглашать? Ну, то есть вот какие-то такие вещи. И однозначно нужно понимать, что за админкоманда, кто создал этот проект, что это за люди, насколько это будет долгосрочно, насколько это не будет меняться. Что я имею в виду? Потому что очень часто на просторах интернета это работает таким образом. Создали какой-то маркетинг. Люди зашли, начали, начали работать, маркетинг потихонечку стал тормозить. Чуть терять деньги. В этом же этом создают вип-маркетинг и подсоединяют к этому. И опять с тех же людей собрали бабло, и опять затормозилось. А потом автомобиль программа, и опять собрали денежки. А потом программа жилье, а потом еще какая-то хрень. И ты понимаешь, что в одном проекте уже миллион маркетингов. И если миллион маркетингов, у них только одна задача. С одних и тех же людей собрать еще одни деньги. Я не открою ни для кого Америку. И я не говорю, чтобы это сказать, что BeFree лучше, а что-то хуже. Вообще мне всегда честно, наши все знают, мне вообще все равно, где в интернет работают люди. Потому что это наше право работать там, где вам нравится. Работайте хоть во всех проектах сразу. Но потом не обижайтесь, что где-то вас поимели, где-то вы потеряли, а что-то где-то закрылось. Поэтому это нужно для того, чтобы вы понимали, куда вы идете, с кем вы будете работать, и насколько это будет всегда-всегда актуально. Админ команда – это первостепенная вещь, о которой нужно знать. А вот вторая задача – это официальная регистрация. Почему именно так? Потому что сейчас зарегистрировать что-либо. Да вообще, вы придумайте себе какой-либо бизнес, напишите его на коленке, и зарегистрировать в каком-нибудь офшоре, типа Виргинских островов, серая офшорная зона, или Северный Кипр, или там, господи, скажите мне, Сейшелы, вообще не составляет труда. 20-30 долларов, и можно нарегать все, что хотите. Поэтому обязательно проверяю регистрацию, потому что все очень просто. Мы идем с вами работать, мы работаем с людьми, мы должны понимать, куда мы идем, что мы делаем, и куда мы зовем людей. И поэтому официальная регистрация проверяется обязательно. Мы, например, зарегистрированы в штате Деловер. Вы можете проверить документы, нас проверяют каждый год. Все-все-все партнеры это знают, знают, как это проверить, знают, как зайти и так далее, проверить номера, все-все-все-все-все, попроверять это можно. Почему именно так? Потому что хоть у нас админа Анна Михеева, она как бы проживает в России, но мы зарегистрированы в штате Деловер по той простой причине. Мы зарегистрированы как крауфандинговая платформа. Что такое крауфандинг? Википедия вам в помощь. Это маркетинговая стратегия, которая работает в Европе официально 68 года. У них это называется благотворительные маркетинги, деньги от человека к человеку на мечту. Это как у родителей были кассы взаимопомощи в одном коллективе, во втором, в третьем, в десятом, в двадцатом. Поэтому это официальные маркетинги и мы регистрировались и каждый март месяц, 9 марта нам дали официальное разрешение. Нас каждый 9 марта проверяют, чтобы у нас не менялся маркетинг, чтобы мы соответствовали этому маркетингу и продлевают нам регистрацию там дальше. Каждый год мы это проходим. Поэтому обязательно проверяйте, где зарегистрированы. Потому что я, например, очень аккуратно отношусь к регистрациям Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония. Все наши постсоветское пространство. Смотрите, нет, есть разные, Любочка, офшоры. Есть серые офшорные зоны, где ты, прости, хоть регистрируй, хоть порно-сайты. Есть серые офшорные зоны, ты за 20-30 долларов можешь зарегистрировать все, что ты хочешь. И есть официальные офшоры, где тебя будут проверять, потому что люди там открывают бизнесы, открывают банки, но ты будешь платить налоги, и тебя будут там ежегодно проверять. Это совершенно разные вещи. Офшор тоже бывает разный. Смотрите, почему я аккуратно отношусь к постсоветскому пространству, я объясню. Не хорошо, не плохо, по той простой причине, что у нас с вами до сих пор ни в одной из этих стран нет закона о маркетинговых программах. Так и не приняли закон, как же эти маркетинги, они все время их называют то пирамидами, то что-то закрывают, то открывают, то чего-то еще где-то. Я, например, недавно буквально мне прислали статью, Екатеринбург, кстати, где у них закрыли офисы. Ой, ребят, Тиандэ, по-моему. Так я вообще просто обалдела. Почему? Потому что это же продуктовая компания, да? Нет, это пирамида, прийди сам, приведи другого. И вот это все, и закрыли, представьте, как бы закрыли офисы. Я вообще обалдела, если честно. Говорю, это только в нашем постсоветском пространстве такое может быть. Поэтому официальную регистрацию проверяю обязательно, потому что мне нужно, мне важно, мне, чтобы был зарегистрирован именно маркетинговая часть. Почему именно так? Потому что можно зарегистрировать золотой магазин, можно привязать бады, там можно еще что-то, еще что-то, еще что-то. Как бы все, что хотите, можно зарегистрировать. Нет, у нас сертификат на сайте, не ООО «Россия», Любочка, у нас сертификаты все на сайте, можете зайти через Телеграм-бот, там все штаб Деловер, все до единого. ООО «Россия» это, наверное, Анина может быть, налоговая может быть. По поводу налогов, которые платятся. Я плачу собственные налоги. Вы хотите сказать, что проект за все 90 тысяч народа, у нас 95 тысяч народа, должен платить налоги? Нет, проект платит вам деньги. А вы, если хотите, вот как я, например, у меня, пожалуйста, оформлен ФОП, и я плачу налоги. Понятно? То есть я сама себе плачу, ФОП у меня открыт, и я себе спокойно плачу налоги. У меня открыт консультативно-информационные услуги, и я плачу налоги. Тут уж каждый отвечает за себя. Вы же понимаете, что как бы... Смотрите дальше. Следующий момент. Вы можете задавать вопросы, только если это будет касаться уже там маркетинга и так далее, я буду отвечать по ходу. Хорошо, я вижу все, что вы пишете, не волнуйтесь. Смотрите. То есть без разницы, где мы работаем, но в интернет планета такая, где у нас сейчас больше 25 тысяч проектов. И я точно знаю, что 80% из них это будут просто какие-нибудь хайп, лохотрон и так далее. Но 20% однозначно будет проектов, которые стоит рассматривать. Главное понимать, как вы их рассматриваете, с какой позиции, какие вопросы вы задаете, что вы ищете в этих проектах. Я, например, для себя ищу. Мне важна админкоманда, потому что я в это уже наигралась. Я думаю, что многие наигрались, когда как бы, да, ну, не очень лояльно поступают иногда админы. И, естественно, мне, например, очень важна регистрация. Смотрите следующий момент. Важный для меня. Пока я там рассматриваю, сколько там мне заплатят миллионов, тысячи и так далее, сотен долларов, да, меня не это интересует. Меня интересует, сколько чистыми деньгами мы получим на руки. Я объясню, почему. Ну, вы когда оформляетесь на работу, да, вы же спрашиваете там. Налоги вычитают, все вычитают, спрашивается вопрос. На руки-то сколько деньгами на руки? То, что там вычитают, это очень красиво звучит. Потому что в интернете тоже есть такая фишка. Да, нарисованы очень большие суммы для доходов, но начинается. 50 долларов на развитие проекта, 100 долларов на развитие проекта, 200 долларов на развитие проекта, 500, 1000, ну, начинается на развитие проекта. Я объясню, вы бы ходили на работу, где бы вам сказали 1000 долларов, но 200, я у тебя заберу, у меня же надо собственный бизнес развивать. Ну, то есть, меня немножко это напрягает всегда. Почему? Потому что, по сути, давайте честно, пахать будем мы с вами, да, и когда начинается вот это вот 200, 1550 на развитие проекта, ну, то есть, как бы, меня это напрягает, и я очень аккуратно к этому отношусь, мне это не нравится, но вы рассматривайте сами. У меня просто до маркетинга есть очень много вопросов, по которым я для себя выбираю проект. И поэтому, когда мне в личку пишут, если вы теряли деньги, если вас обманывали, если вас где-то там чего-то там, приходите к нам, мы сделаем вас счастливыми. Я очень спокойно пишу, слава богу, что я не несусь никуда срочно припадочно. Я просто выбираю для себя бизнес. А раз я выбираю бизнес, мне не интересует страна советов. Меня интересуют как раз-таки вопросы, по которым я и выбираю этот бизнес. И поэтому я вам хочу сказать, мы когда искали BeFree, мы искали проект полтора месяца. Мы просчитывали, проверяли все по параметрам, что есть в интернет. То есть не просто так, вот сейчас будет открываться там через пару недель проект, побежали, будет нам счастье. Поэтому, что меня здесь зацепило, что вывод 100% партнера. Почему именно так, я сейчас на маркетинге расскажу. Но еще большой для меня, это был первый раз бонус, что он еще без комиссии. То есть 100% сеть, плюс за вывод сам проект деньги не берет. И это такой особый бонус, как бы для меня точно. Хотя я очень ровно дышу, если там какой-то один проект, ой, 1% берется на вывод, как-то меня это не беспокоит. Но когда без комиссии, это уже подарок. Смотрите, самый важный вопрос. Очень часто спрашивают, а что является у вас продуктом? Господа интернет-предприниматели, я уважаю этот вопрос, потому что люди очень часто, которые работали в основном с продуктом, я очень уважаю всех, кто работает с любым продуктом, с БАДами и так далее, потому что я знаю, насколько это тяжело, насколько это непросто. Ну, сейчас рассказать, насколько этот продукт качественен, но надо привыкнуть к тому, что мы с вами уже лет 30, как живем вообще в онлайн-пространстве. У нас появились, как бы, да, возможности быть посредниками, у нас появились возможности зарабатывать онлайн, у нас появились возможности не только у банка, там, или у каких-то страховых компаний и так далее, да, которые... Деньги рождают деньги. Мы с вами точно так же можем работать уже давно в этом... Как раз таки в этой категории, в категории посредников. Но для того, чтобы в этой категории научиться работать, спасибо админ-команде, которая для нас с вами приобрела обучение старт MLM. Я на нем остановлюсь обязательно, поэтому не важно, старички интернет-бизнеса, новички интернет-бизнеса, это обучение подойдет всем. Так вот, смотрите, заметьте, я не начинаю с маркетинга, по той простой причине, что я вам сейчас могу маркетинг рассказать за три минуты, рассказать, какое у всех будет счастье и сколько бабла нам насыпется в карманы. Но вы же понимаете, что когда мы приходим куда-либо или нам набирает кто-то, никто нам не скажет, что, ой, ну тут непонятно, будет проект работать, не будет, непонятно, зыбко, непонятно, что за админы, непонятно. Все говорят, побежали, и будет круто. Так вот, я говорю, не надо бежать, чтобы было круто. Давайте начинать с элементарных азов, разбираться с элементарными вещами, куда мы бежим. Бежать можно, пожалуйста, ну, да, как голыми в бане, хоть куда, хоть куда, хоть везде. Но куда мы бежим, какие у вас есть запросы к проекту, как вы ищете для себя проект, что вы выбираете, тогда интернет-бизнес для вас всегда будет статьей дохода. И это очень важно. Следующий момент. Мы работаем с системой Perfect Money, работаем в долларом и в эквиваленте. Теперь смотрите, так как 100% проект отдает в сеть, да, по принципу крауфандинга, 100% сеть отдает проект, и за вывод проект денег не берет, понятно, что из воздуха проект существовать не может. Вообще существовать не может. Нет, Анна Михеева основатель, она руководитель, не соучредитель компании. Все правильно, Любочка, вы правильно поняли. Она руководитель компании, есть не админкоманда, там программисты, есть служба безопасности и так далее, и так далее, и так далее. Вы все правильно поняли. Смотрите, 100% сеть. За вывод проект денег не берет, поэтому мы с вами один раз при активации кабинета оплачиваем 5 долларов, для того, чтобы работали хостинги, программисты, служба безопасности. Вот мы работаем четвертый год, все, что когда-либо мы отчисляли в проект, это при первой активации кабинета 5 долларов. На этом все, это все, что когда-либо отчисляется в проект, все остальное забирается на руки. То есть основная задача вообще интернет-бизнеса, это две задачи. Кому-то нужны небольшие деньги на ежедневные какие-то расходы, но основная масса в интернет приходит за большими деньгами, потому что очень много целей, очень много у кого-то задач, очень много у кого-то каких-то мечт, и ты понимаешь, что все проходит очень быстро, все очень быстро пробегает мимо, и надо где-то эти деньги зарабатывать. И поэтому очень много людей обращают свой взор к интернету для того, чтобы все-таки как-то упорядочить свои задачи и цели в этой жизни, как-то сделать их достигаемыми, реальными. И поэтому у нас с вами есть два маркетинга. Every Day – это деньги на ежедневные расходы, и программа Автохаус – это деньги на большие мечты и цели. Вот теперь смотрите, я вам просто рассказала, что как бы для меня важно. Я почему так подробно останавливаюсь? Потому что я прошла в интернете свои шишки, и вот эти вопросы, которые у меня за время работы, за 8 лет работы, созрели при выборе маркетинга, при выборе вообще какой-либо программы, я только после того, как я получила разумительные ответы на вот эти вопросы, я не покупаю ответы, как, ой, да зачем тебе надо, да давай два по два все побежали, что тут это заморачиваешься, что ты начинаешь? Я выключаю звук, и я спокойно говорю, ответьте мне, пожалуйста, на вот эти вопросы. Я должна понимать, куда иду я, и куда будут идти потом мои партнеры. Я должна понимать, что потом мне никто не скажет, куда ты завела нас, да, куда ты завел нас с Усанем Герой. Вот когда я получаю ответы на эти вопросы, вот тогда меня интересуют цифры, вот тогда меня интересует маркетинг. А теперь я вам расскажу два варианта маркетинга. Я не поняла вопрос, ну, Сереж, я не поняла вопрос, напишите, может быть, Анна поняла, сейчас ответит вам. Смотрите, самый важный момент. Давайте я вам расскажу сейчас очень быстро маркетинг, очень быстро, а потом я вам объясню, почему я вообще так не рассматриваю маркетингу. Вам сейчас расскажу за две минуты, а потом расскажу так, как вам по сути нужно спрашивать. Итак, все очень быстро. Маркетинг программы Every Day. По сути, это деньги для ежедневных доходов. Вы можете, самый большой бонус и плюс, вы можете стартовать с любой площадки. Вот какая вам нравится, на какую площадку у вас деньги есть, стартуйте с любой площадки. Самая важная задача начать с того, что, самая важная задача начать с того, что нужно для себя просто открыть стол на 150. Не важно, откуда вы стартуете, главное открыть стол на 150. Почему именно этот стол? Да потому что этот стол работает по кругу и дает постоянно доход в 450 долларов. Каким образом? Ваш партнер сюда пришел, его партнер встал вниз, вы 150 долларов забрали на вывод. Еще один встал, еще 150 долларов на вывод. Еще один встал, еще 150 долларов на вывод. А потом, пожалуйста, последнее место реинвестное. Получили свои 450 долларов. Стол закрылся, открылся совершенно чистый стол, и вы уже со своих партнеров, команда приходит по кругу, и вы постоянно по кругу зарабатываете по 450 долларов. То есть, ни много, ни мало, около 35 долларов вы зарабатываете, около 35 тысяч рублями вы зарабатываете постоянно. Таня, можно открывать, пожалуйста, у нас офисы открыты в разных городах, кто где хочет, там и открывает. То есть, смотрите, по сути, я вам рассказала весь маркетинг. Что, круто, по 35 тысяч зарабатываешь, стартуешь с любой площадки, все быстренько дальше, все по кругу. А теперь давайте, если так рассматривать все маркетинги, то можно танцевать на граблях в интернете постоянно. И поэтому, когда рассматриваю маркетинги, меня не интересуют, какие циферки мне напишут. Меня не интересует, как мне красиво это все расскажут. Все очень просто. Я задаю точно такие же вопросы. Первый вопрос, который меня интересует, 100% возврат вложенных средств происходит на каком этапе. Не какие-то кусочками там, ты вложил 50, вот ты закрылся, тебе 25 отдали, 25 куда-то там перелетели, потом тебе еще какой-то кусочек отдали, еще какой-то кусочек. Мне важно. Люди устали терять. Первый вопрос, который меня интересует в маркетинге, на каком этапе 100% возврат вложенных средств. Поэтому смотрите, в данной программе Every Day работает таким образом. Можно стартовать с 30. Один партнер наш, допустим, встал в плечо, мы с ним поработали, партнер вниз, 30, 100% забрали на вывод. 150 работает таким же образом. Один партнер в плечо, один вниз, и 150 мы забрали на вывод. Второй вопрос, который у меня есть к маркетингу, второй вопрос. Возможность старта с любой площадки. Почему именно этот вопрос? Давайте так, мы работаем четвертый год. А теперь представьте, народище, нас уже, наверное, под 100 тысяч здесь, да? И когда есть в маркетингах, старт только с площадки 30. А теперь представьте, я захожу со своей там командой, или сама, или не важно, с 30, и тут сидят сверху у меня какие-то чемоданчики, диванчики, попы сидячие, которые уже давно ничего не делают, но они понимают, что все, кто заходит снизу, эти попы, хочешь не хочешь, будут красивенько продвигать. Простите, что я так скажу, но это математика, никуда не денешься. И у меня поэтому всегда есть вопрос, можно ли стартовать с любой площадки. Почему именно так? Потому что есть спонсор. Хотите, стартуйте с 15, хотите с 30, хотите с 75, хотите со 150. Ваше право выбора. То есть, а то, знаете, как бы не люблю вот этих, как бы обязал на вас, и вы уже поняли, по какой причине. И третий вопрос, который меня больше всего волнует тоже всегда, где же этот ежедневный доход. Почему? Давайте так, кто работал в матрицах, вы меня сейчас поймете. Стартуем мы с площадки, перешли сюда, кусочек денег забрали, закрыли, перешли сюда, кусочек денег забрали, закрыли, перешли сюда, кусочек денег забрали, закрыли. А как отследить ежемесячный доход, если ты все время скачешь, скачешь, а здесь кто-то встал, ничего делать не готов, а ты не понимаешь, как их пройти. Так вот, ежедневный доход, это тогда, когда вы можете просчитать себе и партнерам вашим, что нужно сделать, чтобы были доходы. Смотрите, по сути, в данном маркетинге реально можно оставить просто стол на 150. Почему именно так? Потому что и задача этого маркетинга запустить для себя этот стол. Поэтому, по сути, стол на 150, это то, что потом дает постоянный доход. Смотрите, важная задача. Один партнер наш пришел вот сюда к нам в плечо, один пришел вниз. Да откуда хотите, с любой площадки стартуйте, тут нет обязаловки. Смотрите, 150 мы забираем на вывод. Почему так? За что платятся деньги? Очень часто возникает вопрос. Крауфандинговые программы платятся деньги от человека к человеку на мечту. С наибольшим, с увеличением, это же естественно. Платятся деньги как посреднику за то, что ты рассказываешь, что есть такой крауфандинг, что есть такая возможность. Смотрите, мы с ним поработали, поставили ему, пожалуйста, второго партнера. И за то, что мы ему помогли построить фундамент, эти 150 мы тоже забираем на вывод. Наших два приглашенных. Мы с этим поработали, и за то, что мы с ним поработали, за эту работу нам и начисляются вот эти 450 долларов за работу с людьми. Смотрите, 35 тысяч мы заработали. Следующий момент. Надо же, чтобы этот процесс был повторяем. Все очень просто. Мы заработали вот эти 35 тысяч. Стол вот здесь у нас закрыт. Становится в последнюю ячейку партнер. Все. Стол закрылся. Мы забрали деньги. За счет вот этих 450 долларов у нас открывается чистый стол на 150. Что это дает? Вот, смотрите. Стол закрылся, открылся чистый стол. Все просто. Мы продолжаем дальше работать с командой, вот с людьми, которые уже пришли. У нас все проводят зумы, все проводят обучалки, все проводят брифингами, работают, кто как работает. У каждого масса работы, все работают по-разному. Смотрите, наши партнеры получили свои 450, по кругу прилетели к нам. У них партнеры получают свои 450, прилетают тоже вот сюда. И мы зарабатываем те же деньги, но уже за работу с командой. То есть, те же люди, те же деньги, они забрали свои 450 и по маркетингу прилетели к нам по кругу. То есть, так работает автоматически, вот так работает маркетинг. Что это дает? А теперь вот смотрите, та задача, о которой я говорю, где лежит ежедневный доход? Это когда я могу просчитать. У меня всегда есть вопрос, сколько тебе нужно денег в месяц на расходы. И я, например, себе говорю, мне надо 100 тысяч рублей на расходы в месяц, да, вот мне нужно. Я для себя понимаю, если 35, это вот закрывается стол, 35 тысяч, значит, мне нужно, чтобы он закрылся три раза. Ну, чистая математика, вот чистая математика. Смотрите, все очень просто. Ты берешь и себе понимаешь, что раз в 10 дней надо, чтобы этот стол закрылся. Все просто. Два дня я работаю с командой, приглашаю новичка, совершенно не важно. Следующие два дня я поработала, поставила ему фундамент и для себя поработала. Следующие два дня я с ним поработала, следующие два дня с этим партнером и следующие два дня с этим. 10 дней у меня получается 450 долларов. Месяц это будет 100 тысяч, 105 тысяч. Понимаете, если человек говорит надо 70 тысяч, да вообще не вопрос, значит, мы делаем что-то раз в три дня. Три дня, да, здесь у нас будет шесть дней и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я могу просчитать человеку действия. А если ты вот бежишь вот так из стола в стол, невозможно просчитать действия, невозможно просчитать, что тебе нужно делать. И поэтому, когда мне говорят, да какая тебе разница, что ты заморачиваешься, два по два и побежали, два по два и побежали. Поставьте мне, пожалуйста, десяточки, кто покупался на такую фигню, два по два и побежали, два по два и побежали. А потом ты встал, потому что куча диванчиков, чемоданчиков и у тебя такое ощущение, что ты работаешь в мебельном магазине и вы не можете этот мебельный магазин про то просто продвинуть. Кто в это играл? Я, например, играла. Сдохнуть можно. Иногда ты понимаешь, что можно просто пол Китая переподписать, а ты не можешь сдвинуться. Поэтому я хочу сказать, маркетинги, можно я вам расскажу сейчас за три минуты и скажу, ну, господа, побежали, я вас всех осчастливаю. Нет. Все маркетинги подлежат точно так же вопросам. Смотрите, тут может работать просто стол на 150. Пожалуйста. Но не у всех есть такая финансовая возможность зайти на 150. Да, я понимаю, что здесь два шага, деньги вернулись, да, но не у всех есть такая возможность. Ребят, смотрите, можно зайти на 75, два партнера ушли в 150. Можно зайти на 30, два партнера забрали деньги на вывод, закрылся стол, ушли в 75, ушли в 150. Стартуйте с любого стола. Главное, чтобы вы для себя потом запустили вот этот процесс, повторяемый процесс. Смотрите, важный момент. Со стола 15 стартовать можно, но я не рекомендую стартовать с этого стола по одной причине. Смотрите, давайте честно о том, о чем я говорю. Считаем. Смотрите, мы стартуем, пожалуйста, с 15. У нас два партнера, мы только перейдем в 30. Ну, правда же? Вот здесь еще по два встали, это только у нас вот сюда придут партнеры. Смотрите, 6 партнеров, а мы даже свои 30 не вернули. Давайте честно. Я говорю, я не хочу, чтобы потом говорили, вы что, не предупреждали. Смотрите, стартуя с 30, два партнера 30 забрали на вывод, 6 партнеров уже ушли в 75. Поэтому с 30 стартовать можно, но я не считаю, что это бизнес-стол. Смотрите, следующий момент, важный, зачем здесь стол на 15? У стола на 15 здесь другая задача. Он помогает партнерам, которые стартуют с 30 быстрее продвигаться и плюс зарабатывать дополнительные деньги. Как это работает? Вот здесь 30 мы забрали на вывод. У нас вот сюда следующий партнер становится. У нас рождается один клон в стол на 15. Один клон. Смотрите, важный момент. Мы его сами активируем. Он становится по спонсорской привязке. Да, он становится по спонсорской привязке. Все просто. Подождите. Вот. По спонсорской привязке. В наших потом рождаются клоуны точно такие же. Они приходят вот сюда к нам. И наш вот этот клоун как полноценное бизнес-место переходит в стол 30. Но самый главный момент даже не в этом. Самый главный момент, что вы его можете направить туда, где вам нужно помочь партнерам. У нас столы 15, 30, 75 управляются на любую глубину. Смотрите, следующий момент. Стол 150 управляется на два уровня, потому что он по кругу. Что это дает? Зачем сделано такое управление? Все очень просто. Смотрите, переходит вот этот клоун как полноценное бизнес-место в 130. Вы его направите туда, где нужно помочь партнерам. Вы можете здесь выработать свою стратегию. Вы можете не лезть в сильные команды, помогать тем, кто слабее. Это первое. Но еще клоун, помимо того, что он помогает продвигаться команде, он дает дополнительные деньги. За счет чего? Смотрите, каждый клоун забирает вот эти 30 на вывод, дает рождение следующего клоуна, плюс он забирает на вывод дополнительно еще 150 долларов. Каких 150 долларов? Откуда они взялись? У нас же здесь, смотрите, основной логин кружится по кругу и зарабатывает 450 долларов. Все. Мы всегда здесь работаем по кругу. Поэтому каждый клон забирает вот эти 30, переходит в 175. Прилетели два наших партнера, 150 собралось. Система автоматически смотрит, у вас уже что на 150 открыт, автоматически. И вам эти деньги зачисляются на баланс на баланс вывода. И получается, что каждый клон дает дополнительно на вывод 180 долларов. Дополнительно каждый клон. А теперь смотрите, какой важный момент. Все очень прозрачно. Вот есть, ты реально понимаешь, откуда берутся деньги и как просчитать шаги. Вот они, 450 долларов по кругу. Это раз. Следующий момент. Нет никакого понятия на развитие проекта. Там не 50 долларов, никаких не 20, не 30. Все забирается 100% и эти 150 долларов склонов, они забираются на вывод. А теперь послушайте меня внимательно. Сейчас стало очень модно в интернет, так как у нас действительно все работает по принципу крауфандинга. Сейчас стало модно им в интернет говорить, у нас крауфандинговый маркетинг. Так вот услышьте меня пожалуйста. Когда вас кто-то куда-то приглашает и говорит у нас крауфандинговый маркетинг, задайте три вопроса. Первый вопрос, первый вопрос. У вас 100% денег на вывод? Первый вопрос. Если нет, есть какие-то отложенные балансы, где что-то копится, есть какие-то платежи и так далее. Это уже не крауфандинг. Второй момент. Если есть деньги на развитие проекта, начинается на развитие проекта, это уже не крауфандинг. И третья задача. У крауфандинга должен быть вот такой стол, который по кругу дает возможность просчитать деньги и зарабатывать. Это понятно? И когда начинается вот это вот красивые слова, громкие слова, просто задайте вопросы. Теперь смотрите, когда понятно, откуда берутся деньги, откуда берутся деньги, тогда ты понимаешь ежедневные. Давайте честно, вот давайте у вас будет 70 тысяч, 100 тысяч на ежедневные расходы. Вы понимаете, откуда они взялись, да? Как вы будете жить, за счет чего будете жить и оплачивать счета? Вот тогда интересны большие доходы, потому что я очень много знаю хороших проектов в интернет, у которых там идешь, 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 вот здесь совсем маленькие копейки, жить на них нереально, и только в конце будут какие-то большие деньги. Но ты же понимаешь, что вот здесь тоже за что-то нужно жить, понятно? Смотрите, следующий момент. Можно я отвлекусь? На секундочку, я просто за одну разговариваю, и я автоматически читаю всю переписку. Смотрите, тут важный момент, можно я обращусь к солнышку, правда? Я сейчас объясню. Не знаю, наверное, это все-таки девушка, я так думаю, да? Скажите мне, пожалуйста, если вы даже, ну, как-то так боитесь, или вам стыдно, или я не понимаю, написать собственное имя, при этом вы задаете такие вопросы, а можно поменять спонсора? Солнышко, а может вы напишите свое имя? Ну, то есть, знаете, ребят, вы меня простите, когда ты говоришь о бизнесе, да, и, ну, заходит кто-то и пишет там, ну-ну, ну-ну, еще чего-нибудь там, еще чего-нибудь, народ, вы реально о бизнесе? Ну, как бы, вы реально о бизнесе? Ну, мне кажется, солнышко, это, это хорошо в чате знакомств. Я солнышко, я вот пришла сюда обогреть. Простите, конечно, что я, может быть, утрирую, но просто, ну, для меня как-то непонятно, когда люди бизнеса почему-то не пишут собственное имя. Ну, вот мне непонятно, извините. Давайте продвигаться дальше. Я все, что вы пишете, я все вижу, смотрите, я в конце отвечу на миллион вопросов, которые вы написали, да, я вижу, про спонсора, про все, что вы пишете, я вам, я на все эти вопросы отвечу, я просто вижу. Смотрите, давайте теперь поговорим о больших деньгах, о больших деньгах. Народ, это в основном те деньги, ради которых мы пришли. И я хочу порадоваться сейчас. У нас на этой неделе, ну, я говорю за своих, да, у меня на этой неделе три человека, три человека купили новые автомобили. Народ, не бэушные автомобили. Я не говорю о том, что там кто-то отдавал долги, кто-то там, там покупал жилье, потому что там кто-то у нас, у меня там, маме покупали жилье, не важно. Но когда у тебя люди покупают автомобили салона, салона, да, это уже, это приятно. Не ты покупаешь, а когда люди покупают. Вот это вот для меня, ну, для меня круто, правда. Смотрите, поехали дальше. Когда мы говорим о программах о больших деньгах, они заполняются немножко по-другому. Смотрите, у них задача как раз-таки переходить из кабинета в кабинет с большей суммой, но при этом и выводить большие деньги. Программу автохаус можно стартовать сразу. Вообще можно не заходить в every day. Здесь тоже можно стартовать сразу. Можно стартовать с любого кабинета. Пожалуйста, стартуйте, откуда хотите. здесь обязаловок нет. Это первое. Можно зайти с первого круга с программы every day. Можно забрать деньги, пожалуйста. Но мы в основном все заходим с первого круга. Для чего? Чтобы сразу две программы включить. А можно заходить со второго круга один раз нас сюда переведут автоматически. Смотрите, важный момент. Ой, Мариночка, я вас поздравляю и детей тоже. Какие-то у нас такие прям недели, прям покупок целых. Смотрите, а теперь давайте внимательно, за большими деньгами это важно. Мы с вами зашли в программу 300. Не важно, как вы стартуете, сразу отсюда переходите, вообще не важно. Важный момент. Смотрите, один партнер встал в плечо, один партнер встал вниз и мы вот эти 300 долларов забрали на вывод. Ребят, 100% забирается на вывод. Тут считать очень просто. Собралось 900, наши партнеры заполнили. Собралось вот здесь снизу, они же по 300 заходят. Собралось 900. Мы пришли в следующий стол. Два партнера встали, мы забрали 900 на вывод. Собралось 2700. Смотрите, два партнера встали, мы забрали 2700 на вывод. Собралось 800. Два партнера встали, мы забрали 800 на вывод. Ребят, внимательно, откуда берутся машины, откуда берутся квартиры. А давайте на секундочку посчитаем. 800, чтобы было понятнее, это где-то 630 тысяч рублями. Здесь где-то 200 тысяч рублями, здесь где-то 70 тысяч рублями. А теперь посчитайте, откуда берутся деньги. При этом еще работает программа Every Day, вы не забивайте. Но знаете, в чем самый большой плюс? Почему могут себе купить квартиры, могут купить машины? Потому что в данной программе нет такого понятия, как отложенные балансы, вот эти накопительные балансы. Что я имею в виду? Ну-ка, напишите мне, кто работал в таких программах. Вот ваши 300 долларов, но 50 на развитие проекта, 50 на вывод, а 200 в накопление, а как закроется, мы вам дадим жилье. То есть, по сути, деньги на жилье. Вам же не дадут трактомобиль или жилье через экран. А вот 900 долларов, 100 на развитие проекта, 300 вам на вывод, а 500 в накопление, а вот 2700, 200 на развитие проекта, 500 на вывод, а 2000 в накопление, а вот 800, 1000 на развитие проекта, 2 на вывод, а 5000 в накопление и так далее. А вот когда вы все закроете, мы вам дадим деньги, а вы купите себе там, типа называется квартирная программа. Народ, простите меня, взрослые, говорю всегда, тети и дяди, это о том, чтобы покупать вот это вот, да, как бы завернутые эти красиво шелестящие бумажки. Смотрите, самый интересный момент. Эти деньги, мне когда открывает кто-то экран и говорит, смотри, у меня в кабинете 12 тысяч долларов, 20, одна мне показывала 44 тысячи долларов, она их так и не вывела. Суть в чем? Эти деньги у вас циферки, нарисованные в кабинете, а все деньги где лежат? Можно я у вас спрошу? Я отвечу, я вижу, Надежда, я вижу, смотрите, а можно спросить, где деньги лежат? Конечно, у админа в кошельке. И потом, вы можете не закрыть это никогда, может соскамиться проект, может уйти люди и так далее, и деньги эти просто нарисованные циферки в кабинете. Поэтому меня не интересуют вообще вот эти накопительные балансы. Я не покупаю в интернете вот этих бабасек. Будет вам трактомобиль, будет вам остров, будут вам розовые очки. Я покупаю деньги в кошельке в моем и деньги у партнеров дома, размножающие у себя, у родного в тумбочке. Меня не интересуют никакие золотые обещания. Меня интересует, что мы с вами получаем на вывод. Теперь смотрите главный момент. Это ж только начало. Мы собрали 300, 900, 2700, 800, а дальше просто начинается денежный, деньгопад. Да? Следующий партнер встал, мы еще забираем 7200. Это где-то приблизительно там 520 тысяч, Там больше полмиллиона однозначно. Еще 7200 и еще 7500. Этот стол вот здесь постоянно дает чистый, постоянный доход. Мы забираем отсюда чистого дохода 30 тысяч долларов. Чистого дохода. Но этот процесс, самое важное, что этот процесс повторяем. Смотрите, как это происходит. Мы когда забираем вот здесь 7200, нам дают три новых бизнес-места, три новых. Стол на 300. Смотрите, одно бизнес-места становится четко за спонсором. Зачем это сделано? Чтобы ваши личные партнеры точно так же приходили одним логином обязательно к вам. Ну, то есть, чтобы вы не просто работали со структурой, чтобы от этого был смысл. Смотрите, все очень просто. Два логина остаются управляемые. Здесь тоже все столы управляются на любую глубину. Что это дает? Вот у нас один логин встал, первый, а два у нас управляемых. Вы можете их направить туда, где нужно помочь партнерам. Можете их поставить вот так и забрать сразу 300 на вывод. Пожалуйста. Смотрите, следующий момент. Таких клонов мы здесь получаем пошагово 8. Мы получаем 3, 3 и 2. 8 бизнес-мест. 8 бизнес-мест мы получаем. Первые из них становятся за спонсором с каждой ячейки, для того, чтобы ваши личники пришли к вам. А 5 логинов управляемые ставьте как хотите. Ваше право. Но самое важное, мы должны понимать, что эти 8 бизнес-мест, они точно так же дают 300 на вывод, 900 на вывод, 2700 на вывод и пошагово дают 30 тысяч на вывод. Чтобы вам вот так немножко, вы можете все это пересчитать. Просто пересчитать. 8 бизнес-мест это 280 тысяч долларов чистого дохода. Это больше, чем четверть миллиона. Но при этом, заметьте, ничего, никуда не остается ни на каких балансах. Вы все забираете деньги домой. И это важно. И самый важный момент, давайте честно. Очень часто задают вопрос, а как это долго будет работать? Пока мы с вами будем работать, это все будет работать, потому что здесь нет никаких накоплений, мы забираем с вами деньги, но каждый раз нам дадут следующие клоны, и следующие, и следующие, и следующие. Сколько хотите, понимаете? Смотрите, то есть две задачи, самые важные задачи. Смотрите, важный момент, если подвести итог, подвести итог, да, то все очень просто. Смотрите, все очень просто. Стартуйте откуда хотите, с любой площадки. В два шага вы вернули деньги, дальше идет чистый доход, чистый доход, понимаете? Чистый доход. В любом столе все деньги сто процентов в два шага вы забираете на вывод, никто не ждет никаких закрытий столов, ни по кусочкам никак. Матрицы управляемые, это позволит вам создать собственные стратегии, это раз, не лезть в сильные структуры, помочь слабым, но еще давайте честно скажу, бывает заходят такие хитро сделанные, хитро сделанные, да, которые думают, я сейчас забегу, сяду на попе ровно, а эта вся орава будет меня закрывать. Так вот, для хитро сделанных, так как матрицы управляемые, простите, что я говорю обычным текстом, но это бизнес, и давайте честно, те, кто работают, они, знаете, одни работают, а другие делают вид, что они работают, поэтому, если человек будет делать вид, что он работает, то тогда проект будет делать вид, что он ему платит, и это будет справедливо, мы же с вами, когда ходим на работу, мы там почему-то работаем, так почему в интернете мы решили, что за нас должны поработать другие, простите, я не хочу никого обидеть, Смотрите, следующий момент, есть вот эти бизнес-места, которые потом нам дают точно такие же большие доходы, то есть я не буду говорить о концепциях, о источниках, ничего не буду говорить, я расскажу только об одном, когда говорят, а вдруг это соскамится, а вдруг это схлопнется, вам четвертый год. Так вот у меня вопрос, что будем скамить? Все, что мы отдаем в проект, это 5 долларов один раз при активации кабинета, все, ну, чтобы проект работал и развивался, да? Вопрос в другом, у нас нет накопительного баланса, где вот вы получите свои 30 тысяч, потом вам их отдадут, нет такого, понимаете? Что будем скамить? 5 долларов, то есть работаем сколько хотим, работайте сколько угодно, для того, чтобы работать, у нас очень много, и лендинги готовы, телеграм-бот вообще-то крутой, спасибо программистам, баннеры там, видеоролики, все это есть, пожалуйста, баннеры сейчас, ну, со временем программисты переделают, потому что мы же с вами обновились, и баннеры нужно обновлять, да? Смотрите, что такое обучение StartMLM? Это обучение, админкоманда покупала для нас специальное обучение, оно для всех партнеров бесплатно в кабинете, потому что у нас есть такие партнеры, которые умудряются своим же партнерам его еще и продать дополнительно, поэтому, ну, это вообще, конечно, хиты. Смотрите, если вы не умеете работать технически, хотите раскрутить YouTube, таргетинг, сервисы, воронки, рекламные трафики, чтобы у вас был правильно, правильно оформлен ваш, господи, скажите мне, социальная сеть, это одно. Если вы не умеете рекрутировать, вести переговоры, отвечать на возражения, писать продающие тексты и так далее, и так далее, это все обучение там есть. Удобно чем? Обучение в роликах, учитесь, когда вам удобно, в любое для вас время, пошагово, посмотрели ролик, сделали там задание, какое вам надо, подвинулись дальше, 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 дальше. И когда человек говорит, я не умею, нет, слово не умею, мы же детям это говорим, есть слово, я не хочу научиться, там в кабинете есть очень много всего, плюс дополнительно, мы опять с сентября будем проводить обучение, да, я как поуч-тренер буду проводить дополнительное обучение, как обычно, для тех, кто работает, вы же знаете, для тех, кто работает, мы всегда работаем. И ваши партнеры точно так же, они уже у нас тут продвинутые, все, они умеют вас научить, чему хотите. Смотрите, если подвести итог, не все будут работать в бифре, это нормально, то есть это право каждого, но я бы хотела, чтобы вы понимали, что вы ищете в интернет. Знаете, вот это обещание шоколадной жизни, что все будет круто, 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 как вареные яйца, да, и так далее, и так далее, и так далее, обещание, что все вокруг крутизна, по-моему, уже в это все наигрались. Я не знаю, что вы будете искать, но для меня, чем это проще, да, проще маркетинг, проще закрытие, проще, можно человеку объяснить, и чем это быстрее дает результаты, для меня это важнее. Для меня, чтобы это было эффективнее, чтобы люди, давайте честно, люди разного возраста, люди разных категорий, но они могли купить себе жилье, квартиры, детям, поехать отдохнуть, что-то поменять в этой жизни. Давайте, знаете, как бы сколько бы мы ни говорили, может это некрасиво сейчас звучит слово деньги, да, но давайте честно, все знают, что когда у нас с деньгами все хорошо, деньги не крылья за спиной, но походку меняют, согласитесь. И хотим мы этого или не хотим, но как бы нам не нравилось, на вот этом эквиваленте держится и здоровье, и путешествия, и наши какие-то ежедневные расходы, и на этом держится и жилье, и машины, и нам хочется развиваться, обучаться, и нам хочется посмотреть мир, и нам хочется помочь своим близким. И хотелось бы нам или не хотелось, но на вот этом, на сегодняшний день, все равно это держится. И коль мы с вами пришли в бизнес, в интернет-бизнес, мы должны понимать, что мы идем сюда с открытыми глазами. И поэтому вот эта категория, знаете как, очень часто будешь встречаться с людьми, посоветовать, покритиковать и рассказать, какие все умные. Но очень редко будешь встречаться с людьми, которые готовы что-то делать, которые готовы что-то менять. Половина из них будут сидеть и ждать, когда придет блюдечко с голубой каемочкой. Согласитесь, вот такая у нас сейчас действительность, я не знаю почему, но у нас какой-то такой вот менталитет. Поэтому я честно говорю, я не буду сейчас вам тут говорить, давайте все стройными рядами, сейчас вам насыпем, перельем, зальем, и будет вам счастье. Я вам хочу, знаете, задать всего несколько вопросов. Можно? Ответьте себе на вопрос, кто написал сценарий вашей жизни? Вот вы сейчас живете, кто его написал этот сценарий? Кто заставляет вас так жить? Ответьте себе на этот вопрос. Почему иногда в жизни столько трудностей, проблем и так далее, и так далее, и люди это не меняют? Не меняют этот сценарий, не хотят его менять. Почему там так удобно? Почему все время говорят о том, денег не хватает, денег не хватает, денег не хватает, но при этом ничего не делают, чтобы этих денег стало хватать? Это же понятно, что нужно начать делать то, что ты никогда не делал, чтобы эти деньги как-то пришли в твою жизнь, да? Или начинается, где взять силы, чтобы пройти эти все испытания? Ой, батюшки мои, только у нас с вами испытания, а вокруг ни у кого нет испытания. Испытания, я вам сейчас поставлю ролик в конце, и вы поймете, что такое испытание. Вот буквально две минуты ролика, и вы поймете, что такое испытание. Поэтому я честно скажу, что просто не каждый в жизни готов сказать себе правду, и не каждый готов увидеть своих врагов в лицо и перестать сражаться с вот этими ветряными мельницами, да? Как будто что-то там в жизни, кто-то как-то ему прям в жизнь кто-то наплевал. Да я вас прошу, ребят, гораздо всем бывает гораздо сложнее. Но я точно знаю, что вот этот сценарий бедности и зависимости, один в нем будет жить, а другой возьмет это под контроль, свою жизнь, и сделает из нее шедевр. Просто наполнит ее яркими красками. И этим мы будем с вами отличаться. Одни будут просто проживать, а другие будут создавать собственную жизнь. И каждый будет выбирать для себя стратегию продвижения сам. Нехорошо, неплохо. Поэтому я вас просто приглашаю в BeFree, я вас приглашаю поработать, я вас приглашаю пообщаться, я вас приглашаю меняться, и я вас приглашаю заработать. На свои мечты и цели. Смотрите, я видела очень много вопросов, разных вопросов. Давайте, если я что-то забуду...